Ежегодно в лесополосе недалеко от железнодорожной станции «Воронок» выставка охотничьих собак собирает большое количество жителей из разных уголков Подмосковья и их четвероногих друзей. Впервые выставка прошла в конце 50-х годов, когда было организовано Щелковское районное общество охотников. Кинологическая работа с породами охотничьих собак ведется по сей день в нашем городском округе местным отделением Межрегиональной общественной организации «Московское общество охотников и рыболов». Задача выставки – это определение экстерьерных качеств и рабочих качеств собак, а также оценка их по потомству, то есть что от собак от этих получается, какие потомства идут. Основная, конечно, задача – это отбор и подбор производителей одновременно. То есть на выставке мы определяем, каких собак с какими надо вязать, чтобы получить хорошее потомство, то есть улучшение породы. На рингах эксперты оценивали рабочие качества охотничьих собак, выставляли им оценки, давали рекомендации, которые помогут их владельцам в успешной дрессировке питомцев. Евроспаниель. Все хорошо, перетяжки не играемся, зубки бережем. Кости не грызем, да? Кости никаких грубых костей не даем. Максимум мягенькие, хрящики, и то крайне-крайне-крайне редко. Хорошо, давай. По тебе пока растете, потом дальше смотрим, разбираем. Около 50 собак приняли участие в выставке в этом году. Здесь присутствовали различные породы лайк, гончих, легавых, испаниелей и впервые бигль. В первую очередь я скажу, что покупал себе не охотника, а чисто друга. А что из него получится, ну, уже потом уже время покажет. Я думаю, ну, как себя он уже показывает, я думаю, охотник из него выйдет отличный. Кинологическая организация «Щелковские родцы» за пять лет своей работы объединила более 70 владельцев русских испаниелей. В России это самое массовое объединение владельцев собак этой породы. Организация приняла участие в выставке. На выставке эксперты оценивают, насколько собака подходит для охоты. Оценивается не красота. Оценивается постановка конечностей, шерстный покров, постановка головы. Шерстный покров, если слишком бедный, то будет пачкаться колючками. Будет царапаться колючками, плохо защищает. Если слишком богатый, то наоборот будет нацеплять на себя колючки. А если конечности поставлены неправильно, то, соответственно, собаке будет сложно бегать, будет быстро уставать на охоте. То есть на выставке оценивается не красота, на выставке оценивается качество телосложения собаки, насколько она подходит для того, для чего она предназначена, для охоты. Не за призами приехали сюда эти люди. Общение с единомышленниками, которых объединяет любовь к своим питомцам, вот настоящая радость для участников ежегодной выставки охотничьих пород Щелкове. Собака как счастье, как друг, ну подруга. У меня вот собаку зовут Винди, и мы с ней как неразгли вода, я всегда ее люблю. То есть, когда я утром просыпаюсь, она у меня будет, начинает радоваться, бегает вокруг меня. И для меня собаки – это жизнь, это счастье. Андрей Циханович, Валерий Жегли, Щелковское телевидение.